Свериги. Саляму алейкум, Тумсо. Сегодня читал, что тебе должны выплатить 140 тысяч крон Шапиева и Руслан. Тумсо, в 2015 году Кафырова обещал найти и привезти для суда украинского депутата Моисичука. Саляму алейкум, Тумсо. Кто, по твоему мнению, является самым успешным чеченским правителем за всю историю чеченского народа? Саляму алейкум. Ну просто предательство и трусость это не всегда связанные понятия. Трусость это проявление слабости. А предать можно по абсолютно разным причинам. А предать это не проявление слабости. Можно предать, будучи сильным. Я еще раз говорю, мы, возможно, мы с тобой живем в разных вселенных. И я лишь повторю то, что сказал ранее. Если предательство не является трусостью, то в этом мире нет трусости вообще. То есть, все то, что ты считаешь трусостью, тогда это все не является трусостью. Это все можно оправдать. Если предательство можно оправдать, сказать, что это не трусость, то трусости не существует. Тумсо, тебе обязательно нужно сделать эфир из Мальдив. Будет классно и этим дашь огромную работу иллюзионисту и Дудаеву. Всю ночь будут пахать, делать вырезки эфира, придумывать историю и так далее. Но если меня занесет на Мальдивы, то обязательно сделаю. Тумсо, сделал то, что Закайев не сделал за 25 лет. Это я так, к слову, да убережет тебя Аллах. Тумсо, твой брат с Нидерландом. Салава, брат. Саламу алейкум, брат. Рад тебя слышать, когда приедешь в Австрию. Я не знаю, я не могу пока сказать, когда я вообще приеду, ли я в Австрию. У меня сейчас какие-то там организационные вопросы нужно порешать. В общем, я все еще как бы не могу никуда ездить, документов, ничего у меня нет. Так что я, конечно, намерен посещать, посетить все страны Европы, в том числе и Австрию. Короче, все впереди, пока не могу конкретно ничего сказать, но, иншаллах, все впереди. Свериги. Саляму алейкум, Томасо. Сегодня читал, что тебе должны выплатить 140 тысяч крон Шапиева и Руслан. Хадил арейху он ахи ахчу. Алейкум ассаляму, рамку ла баракату. Это в процессе, все в процессе. Здесь есть определенная процедура. Разумеется, у них-то нет этих денег, чтобы заплатить. И, в общем, мы сейчас прошли там одну инстанцию, подали документы уже в другую инстанцию, и сейчас ждем. Все в процессе. Саляму алейкум, брат, ты в курсе, что на интернет-сервисе Кион под спонсированием МТС вышел сериал под названием «Пингвины». Там в одном сюжете актер Евгений Сидоров играет стендапера и оскорбляет ислам. Алейкум ассаляму, я понятия не имею. Все, что ты написал, это все мне незнакомо, брат. Кроме МТС, я знаю, что такое МТС. А вот остальное, ни Пингвины, ни Кион, ни Евгений Сидоров, вот ничего об этом я не знаю. Тумсо, как объединить все народы и сплотить их в дружбе? Твои предложения. Как говорили в СССР, критикуешь, предлагай. Ну, как раз в СССР и проповедовали вот это объединение всех людей, всех народов, пролетарии, все страны, объединяйтесь. Но из этого ничего не вышло, как ты понимаешь. Поэтому нет, наверное, я не отвечу тебе на этот вопрос. Саляму алейкум, Тумсо. Кто, по твоему мнению, является самым успешным чеченским правителем за всю историю чеченского народа? Алейкум ассалям. Я, давай, не всю историю чеченского народа, а возьмем новейшую историю, последних наших пять президентов возьмем, начиная от Джохара и заканчивая Доккой. Да помилуйте их всех, Всевышний Аллах. То здесь, конечно, бесспорно первенство мы отдадим Джохару Дайу. Я хочу разделить вот эту историю, то, что было до этого, то есть раньше, во время Кавказских войн. Восемнадцатый, девятнадцатый век и двадцатый век. Я считаю, что это все вместе нельзя так раз на эту тему рассуждать. Надо отделять эти периоды. Кадыров обещал, что оставит пост главы, если хоть один человек его не поддержит. На выборах его не поддержало три процента. Не три, ноль три. Ноль целых три десятых процента. В Европе Басаев и Дудаев считаются террористами? Дудаев точно нет именем Дудаева в нескольких странах и столицах европейских. Названы улицы, парки, площадя. Есть какие-то там памятные эти мемориалы. Поэтому нет, Дудаев, конечно, нет. Что касается Басаева, то, ну, да, потому что Басаев, по-моему, был то ли в списке ООН, он был как террорист, то ли Госдепартамент США его объявили. Я сейчас не помню, кто именно. Но с Басаевым, да, Басаева, конечно, считают. Басаева, я думаю, очень серьезным таким инцидентом, который уже поставил Басаева окончательно в ряд террористов для мира, для западного основного мира, это был Беслан. Это была очень такая фатальная ошибка Шамиля Басаева. Томсо, в 2015 году Кафыров обещал найти и привезти для суда украинского депутата Моисичука за то, что он восхвалял Ичкерию и обещал прийти за Кафыровым, за его наемником на Донбассе, а в итоге не сделал. Вот, отлично. Напоминаем тебе, Кадыров. Обещал, выполняй. Томсо, если тебе предложат должность зампредседателя правительства в изгнании Ичкерии, ты согласишься? Как раз мечтаю об этой должности, карету. Все никак не предлагают. Что я только не делал и не делаю ради того, чтобы получить это предложение, но вот все никак не получаю. Как ты видишь в будущем Чечню? Как отдельное государство или субъект? Если да, в составе какого государства? Александр Черников. Меня удивляют такие вопросы. По-моему, я такой открытый сепаратист. Конечно, я вижу Чечню свободной и ни в коем случае не в составе вообще никакого государства. Чечня является дотационным регионом, первым в списке по дотациям на душу населения. Как считаешь, сможет ли Чечня в случае выхода из состава РФ поддерживать такой же уровень жизни? Чечня является дотационным регионом только лишь потому, что Чечне не дают самой использовать, допустим, свои ресурсы. Кадыров ведь не может использовать, допустим, нефть, добывать нефть и продавать ее, оставляя все эти средства в казне республики. Поэтому эту нефть выкачивают, ее продают и потом с нашей же нефти, с продажей нашей же нефти нам дают какую-то часть денег и называют это дотациями. Поэтому, отвечая на твой вопрос, без России, без дотации России, я думаю, у нас будет экономический рост в первые несколько лет раз в 10, как минимум. Я думаю, мы очень серьезно выстрелим экономически. Томсо, предлагал ли тебе кто-то из известных интервьюеров дать им интервью? Ну, смотря кого ты имеешь в виду, если ты подразумеваешь Дудя, то Дуди, нет, мне не предлагал. Некоторыми журналистами у меня были интервью, и вы могли их видеть. Но они, наверное, не настолько популярны в Ютубе, по крайней мере, как Юра Дудь. Япон. Бро, я в прошлом эфире спросил тебя насчет того, чтобы скинуться тебе на тачку. Хочу вернуться к этому вопросу. Может, потихоньку накопим, если ты не против? Япон, я думаю, в этом нет какой-то необходимости в тачке. Брат, Аллах Али Асхалил. Но в этом плане у нас все нормально. Мы, короче, самогатым по поводу тачки все нормально. Томсо, можно ли называть чеченских борцов за свободу повстанцами? Мне кажется, что так называемые чеченские боевики на самом деле были повстанцами, как думаешь? Ну, так кто же нас называли? Нас как только не называли и сепаратисты, и террористы, и боевики, и повстанцы, и еще как-то незаконные вооруженные формирования. Короче, как только нас не называли. Работа в Турции. Ассаляму алейкум, арамат ла баракату. Брат Томсо, тебе пишет администратор группы работы в Турции. Брат, приходи в Турцию, ждем тебя с радостью. Алейкум ассалям, арамат ла баракату. Спасибо, конечно, брат. Баракаллаху фик. Но я, наверное, не приду в Турцию. Для меня это не совсем безопасно.